Марьяна Максимовская, вы помните, такая же была классная, она была один из журналистов, она реально такая честная, хорошая, ушла с телевидения, потому что, значит, на телевидении стало невозможно говорить, что там честная и хорошая. Что мы видим, господи, она вот сейчас, в 2020 году, даже не для каких-то выборов, а вот именно для самого супер жульнического, что было сделано за все время Центральной избирательной комиссии, вот знаете, вот здесь выборы 2011 года, это жульничество здесь, президентские выборы 2018 года, это жульничество вот здесь, а поддельное голосование, это жульничество где-то в космосе. И Марьяна Максимовская, соорудив себе прическу Жанны Дарк, пришла в ЦИК и там вот и просто реально опозорилась. Вот стоило тебе, стоило вам, Марьяна Максимовская, все это время зарабатывать свою репутацию, чтобы просто ее уничтожить и растоптать. Давайте посмотрим, 70 тысяч человек нас смотрят в прямом эфире на позор Марьяны Максимовской, после которого, конечно, приличным человеком ее считать больше нельзя. Я представляю сейчас вашему вниманию интернет-ресурс, который создан специально к общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию. Ну и также еще одна, у нас есть такая дополнительная опция для удобства и скорости получения информации, это чат-бот. Вот мы назвали наш чат-бот Константином. По созвучию с нашей Конституцией, да, выбрали такое имя для нашего чат-бота Константин, ну, во всяком случае, легко запоминается. Важно, мне кажется, добавить, что вообще для удобства перехода на этот сайт в интернете будут транслироваться специальные баннеры с возможностью прямого перехода с них на сайт Конституции 2020 РФ. Надо будет только кликнуть на этот баннер. Мы очень надеемся, что создание этого ресурса поможет людям сделать осмысленный и ответственный выбор. Человек, который был 20 лет у власти, обнуляет свои сроки, а она выходит и говорит, чат-бот Константин, ха-ха, такая классная штука, мы придумали, это такой креатив, мы в своем пиар-агентстве придумали, умора. И вот все, значит, Элла Панфилова и все остальные хрычи, которые сидят вокруг него, они должны за животик схватиться и сказать, как классная Конституция и Константин, чат-бот. Это просто невозможно без омерзения даже смотреть. Она еще там после этого презентовала какие-то совершенно гадкие ролики. Я вам даже не хочу их, может, в следующей программе покажу. Ну просто абсолютно тошнотворное зрелище, так мало того, это все профинансируем мы. И то, что я вам показывал всего этого Машкова и Газманова, вы же не сомневаетесь, там просто видно, что это агитация за поправки эти. То есть это не просто приходите на выборы, а агитация за эти поправки. Но нам говорят, что это нейтральная реклама, которая финансируется за счет бюджета. И вот сборище этих паразитов от Максимовской до какого-нибудь Газманова сидят и копошатся на бюджетных деньгах. И нам смотрят и говорят, ребята, будь чат-бот Константин, будь развлекаться с ним, задавайте ему вопросы, а он вам будет давать смешные ответы. Субтитры сделал DimaTorzok